Ёлка главы сельского поселения Молковская проходила в Доме культуры посёлка. Перед началом представления в фойе Дед Мороз и Снегурочка водили хоровод с детьми. Взрослые, пришедшие на праздник, любуюсь своими чадами, вспоминали своё детство и свои новогодние ёлки. В клуб этот мы приходили, ну, с детства приходили, на ёлки ходили. Вот, раньше, конечно, было, ну, похоже, конечно, сейчас поинтереснее стало и развлекательная программа для детей, чтобы много разных. Сейчас у Любови Левченко уже двое детей. На ёлку главы она привела свою младшую дочку. Скоро, скоро, Новый год, скоро Дед Мороз запретёт. За плечами ёлочка, пушистая иголочка. Многие ребята пришли на ёлку в костюмах любимых персонажей. Глеб и Аксинья – брат и сестра. Свои красочные новогодние костюмы, как волшебные сказки, нашли у себя дома под ёлкой. Их мама, Олеся Перевозникова, помогала своим детям сделать это чудо явью. Они писали письмо, вместе сидели Дед Мороз и он под Новый год, под ёлочку, вот, прислал такие замечательные костюмы. Это костюм феи Винкс. Из всех феи Винкс она самая сильная. У неё сила дракона, который дышит огнём. А у меня костюм сел порог. А Ване Горчакову не до костюмов. Ему уже 10 лет и у него свой взгляд на проведение таких мероприятий. Пока представление началось, можно посидеть ВКонтакте. Я просто общаюсь с друзьями по интернету. Уже не первый год администрация Молоковского сельского поселения устраивает для своих юных сельчан новогодний праздник. Все дети этот праздник ждут. Почему? Потому что это подарки, это ёлка, это настроение, это запах мандарина. Это всегда, знаете, это всегда очень здорово и очень приятно. В зрительном зале Дома культуры продолжился праздник. Ребята увидели новую сказочную постановку Винксского театра «Твитт». Каждый год наш театральный коллектив готовит детям новогоднее представление. И каждый раз новый. И игровая программа у ёлки, и сказка новогодняя. Волшебная сила искусства. Артисты, переплатившиеся в сказочных героев, повели детей в сказку, где добро всегда побеждает зло. Волшебный посок Деда Мороза, украденный хитрой лисой и её коварными друзьями, был найден. Детишки вместе с родителями от души радовались такому счастливому концу пьесы. После спектакля ребята, каждый получил сладкий подарок – большую коробку с конфетами. Людмила Медведева и я, Адамя, Наталья Пуслаева, Видное ТВ.